Давайте теперь разберем пример. Вот здесь показана наша таблица D, для которой мы просто провели пока инициализацию первой строчки и первого столбца для слов Distance и Editing. Давайте постепенно ее построчно заполнять. Итак, для начала мы хотим заполнить вот эту вот ячейку. И вот нам любезно подсветились три ячейки, от которых она зависит. Давайте понимать, что же мы будем выбирать из этих ячеек. Значит, это вот значение вот это, оно вычислится как вот это вот значение, как минимум из вот этого значения плюс один. Минимум из вот этого значения тоже плюс один, потому что наши текущие буквы D и E, они не совпадают. И минимум из вот этого значения тоже плюс один. Итого это минимум из двойки, единицы и двойки. Получается единица. Давайте так проверим себя, разумно или что-то получилось. За что отвечает эта единица? Она отвечает за то, что стоимость, расстояние редактирования двух коротких слов, то есть первое слово это просто D, а второе слово это E. Оно равно единице. Ну, конечно же, чтобы из D получить E, надо просто D заменить на E. Поехали дальше. Следующая ячейка зависит вот от этих троих, вот от этих трех ячеек. И здесь то же самое все происходит, но с той лишь разницей, что текущие буквы у нас совпадают. То есть вот наши текущие буквы, буква D и буква D. Они совпадают, поэтому за такую вставку платить ничего не надо. Это соответствие. Соответственно, минимум мы выбираем из 1 плюс 1, 1 плюс 0 и 2 плюс 1. Минимум получается 1 плюс 0, то есть единица. Давайте еще раз тоже на всякий случай проверим, действительно ли то, что у нас получилось, это разумно. Эта единица говорит нам, что расстояние редактирования строки D и строки ED это единица. Ну вот я их прямо написал так, чтобы было видно, что действительно это так. Конечно же, в строку D надо просто вначале вставить букву E. Вот оно получилось, оптимальное выравнивание с расстоянием 1. Поехали дальше. Следующее зависит от трех ячеек. Буквы различные, буквы D и I. Ну, соответственно, минимум реализуется вот на этой единице. Единица плюс единица. Получится двойка. Ну и так далее. Давайте просто покажем, какая получилась в конце. В конце, когда мы заполнили всю таблицу, мы видим, что вот здесь получилось число 5. Это и означает, на самом деле, что расстояние редактирования строк D и editing равно пятерке. Это заодно убеждает нас, что то, что мы показали в примере в начале, то есть выравнивание, оно действительно было оптимальным. То есть нет способа из слова distance получить слово editing, сделав всего четыре операции простейшие с символами. Следующий наш естественный вопрос, то есть что у нас произошло? Мы определили подзадачи, мы написали алгоритм, мы разобрались со временем его работы, мы даже пример рассмотрели. Но теперь, как обычно, хочется спросить, ну хорошо, число 5 мы нашли. Давайте теперь, пожалуйста, напечатаем само оптимальное выравнивание. Происходить здесь будет то же самое, что и было с максимальной возрастающей подпоследовательностью решения. Мы будем разворачивать, идя справа налево. Опять-таки, можно было бы сохранить некоторую дополнительную информацию, то есть для каждой ячейки. Вот сейчас у нас каждая ячейка в таблице зависела от трех. От трех соседних. От соседа слева, соседа сверху и соседа по диагонали. Можно было бы просто взять и запомнить в каждой ячейке, через какую из этих ячеек реализовался вот минимум, который был найден. Но можно этого и не запоминать, можно просто это на лету понять. Понять это можно следующим образом. Итак, то, что мы будем делать, действительно, это мы будем возвращаться от правой нижней ячейки к ячейке 0.0. То есть будем идти обратно и понимать, как же у нас каждый там минимум нашелся. И тем самым выписывать оптимальное выравнивание так справа налево. Выравнивать будем вот по такому правилу. Если мы смотрим на ячейку EG и видим, что ее значение просто равно значению в ячейке E-1G плюс 1, тогда мы сразу заключаем, что найдется оптимальное выравнивание, последний столбец которого это просто удаление. На самом деле, может так получиться, что оптимальных выравниваний, приводящих к конкретному результату, их много. Поэтому мы сформулировали здесь так аккуратно, что не обязательно в оптимальном выравнивании последняя операция это удаление, а что найдется какое-то оптимальное выравнивание, в котором последний столбец это удаление. Аналогично, если видим, что D от EG это D от EG минус 1 плюс 1, то есть оптимальное выравнивание, последней операцией которого или последним столбцом является вставка. Ну и наконец, если минимум мы видим, что реализован через диагональную ячейку, то найдется оптимальное выравнивание, последний столбец которого это замена соответствия или несоответствия, в зависимости от того, равны соответствующие две буквы или неравны.